Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так, а что-то мы в городе не заправились, а? Да не парься, до заправки доедем Да? Да А если мы заглохнем? Что, толкать будем? Машенька Да У меня все под контролем А вот так? Так не совсем Все Тихо-тихо-тихо Молодец! И все-таки я не понимаю Почему нельзя было заправиться в городе? Там был плохой бензин На предыдущей заправке тоже? Да, там тоже Там везде было евро пять Просто в городе дороже, так? Я просто не понимаю Тебе что, так принципиально эти полтора-два рубля за литр? А, ну да Если за целый бак, то это получается целых сто или даже сто двадцать рублей Маша, перестань я прошу тебя! Да тебе самому! Не противно! Как можно быть таким крохобором? Да не на всех деньги с неба падают! Ну, ты и скотина Извини, я не это хотел сказать А что ты хотел сказать? Ты что, ты, ты, ты хотел сказать, что я просто всю жизнь мечтала, чтобы мои родители погибли в авиакатастрофе или что? Нет, я не это хотел сказать Ты отлично понимаешь, что я хотел сказать Все, хватит! Успокойся, пожалуйста! Успокойся! Пойду вызву на такси Северное шоссе, пятый километр Да Ну, все, через пятнадцать минут будет машина Это что? Кто это, баба? И почему ты оплачиваешь ее счета? Ну, все, через пятнадцать минут будет машина Абонент временно недоступен Перезвоните позже Паша, я не могу до тебя дозвониться Маша, я все объясню, слышишь? Перезвони мне Северное шоссе Северное шоссе Здрасте 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 Привет, тебе на Минске ждет? Ага Шеф тебя ну очень ждет Бегу Алина, тебя шеф ждет Ага, подождет Я ее верну Ой Сейчас подойду Слушай, ты скажи, а что у тебя этот эксперт троится? Какие версии? Ну, налицо Открытая попытка ухаживать с применением спецсредств Забавно, да? На свидание пригласил Да ладно Куда? Ну, все, давай Иди Внесли начальство Явилась А что случилось? Вот приказ О твоем переводе стажеров На должность оперуполномоченного Поздравляю О Поздравляю Спасибо Поздравляю, я так за тебя рада Спасибо большое Давай сразу включайся в работу Вот, разыскное дело Там заявление И первичная информация от участкового Про Павла Воронцова Мария Владимировна 1987 года рождения Там в коридоре ждет ее безутешный муж Что такое? Честно говоря, я Я рассчитывала на что-то посерьезнее Что-то сложное Ну, правда Борис Викторович Давайте дадим ей другое дело Все свободны Кроме Новинской Я так понимаю Ты хотела сразу начать Раскрывать грабежи, да? Убийство Для этого у тебя, извини, недостаточно навыков А по-моему, дело не в этом Хорошо Проблема состоит в том, что другие дела опаснее И я беспокоюсь за свою дочь Довольно? Ты долго собираешься держать меня на коротком поводке? Пап, я так никогда не стану профессионалом Вот поэтому для начала Найди Воронцову Марию Владимировну 1987 года рождения Раскрой этот скучный висяк И это будет твой первый шаг Все, давай, вперед Новинская Алина Борисовна Буду вести ваше дело Здесь не супермаркет А вы кто? Дементьев, я буду вести ваше дело Рассказывайте Три дня назад мы Мы с женой поехали к друзьям В дом отдыха В котором часу это было? Я точно не помню Это было где-то в 9 утра Дальше Мы поссорились Все, папа, успокойся, пожалуйста Я просто не понимаю, кто это, баба И почему ты оплачиваешь ее счета? Она вышла из машины Поймала попутку Уехала На ходу из машины вышла? Нет, у меня закончился бензин Где это произошло? Северное шоссе Куда ты собралась? Сейчас я тебе сказал машину! Маша! Недалеко от заправки А номер автомобиля, который я носил Запомнил? Нет, мне было не до этого А кто-нибудь может подтвердить ваши показания? Кто-нибудь, кто увидел, как ваша жена села в попутку? Я не смотрел по сторонам, мне было не до этого Не выезжайте из города А куда мне ехать? У меня жена пропала Мы будем держать вас в курсе дела Нам понадобятся фотографии вашей жены Мы сейчас все запишем Вы подождите меня минуту Что это было? А именно? Зачем ты лезешь в мое расследование? Ну так это Новинский распорядился? Я не ребенок, сама справлюсь Так я ему то же самое сказал Он поставил тебя помогать Ты главный, я на подхвате Не смеши меня Он поставил старшего оперативника Помогать вчерашнему стажеру И это, по-твоему, была помощь? Ты мне слова не дал ставить Если хочешь оставаться на этом расследовании Командовать буду я Слушаюсь Без того, чтобы поясничать Лучше бы узнала Может быть в районе На дороге, где они ссорили Лишь была установлена камера Так точно Установлена Откуда знаешь? Навигатор Черт, до сих пор здесь Он что, здесь каждый день, что ли, сидит? Похоже Ладно, Неста, иди Я сама справлюсь Уверена? Иди, иди Ну, давай Пока Пока Может, уже палатку здесь разобьете? Хорошая мысль Таким способом вы пытаетесь найти жену? Таким способом Я пытаюсь не зайти с ума Идите домой, у вас маленький ребенок Я не могу домой Я боюсь У меня близкий человек исчез, понимаете? Не умер, не заболел А просто исчез Вставайте Зачем? Вставайте, вставайте Пойдемте Я вас подвезу Я вас подвезу Дальше я сам Дальше я сам Приходи Привет Простите, можно Американо? Мне кажется Пить надо, когда радостно Вы правы Я веду себя инфантией Просто я точно знаю Что Маша не могла Так можно пить Нет, она, конечно Не подарок Ну, чтобы так Нас бросить Нет Значит, с ней что-то случилось Представляете Она Ее бесило Ее бесит, когда Ее целуют в шею И вот из-за одного Такого маленького Поцелуя в шею Мог произойти Скандал Грандиозный Любовь со скандалами Это про нас Это Антошка Мой сын Завтра мне нужно Забирать его от мамы А я сам Как помощь Дома Помойка Посчитайте нас, пожалуйста Эээ Так, что значит Посчитайте Вы едете домой Готовиться к встрече С сыном Или я вас неправильно поняла Ну, вот И живем Там у нас Кухня И если что То есть у нас Прохладительные напитки Там в ванной Вдруг помыться захочешь А здесь детская Заходи, может Поиграешь во что-то Можешь, что хочешь Во что-то поиграть Я не знаю Что здесь А здесь детская Девушки отдыхают А здесь детская А здесь детская Девушки отдыхают ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красивая. Жена? Тебя такси ждет. Ну, прости, пожалуйста, я же не хотела ничего плохого. Все, давай, давай, иди. Я надеюсь, это не она приехала? Давай, одевайся быстрее. Побыстрее я себе все ноги переломаю. Как можно было спальню сделать на третьем этаже? И лестница для самоубийца. Ну, я же на каблуках, я не могу так быстро, а? Боже, одни проблемы. Здравствуйте. И сразу до свидания. Мне просто уже нужно уходить. Ты прости, что я без предупреждения. Никак не могу понять, что за человек этот, Марк? Потерпевший. Ты знаешь, что по статистике женщин чаще всего убивают собственные мужья. А значит, Воронцов должен быть основным подозреваемым в смерти жены. Знаю, но мне кажется, что это не тот случай. Он как-то искренне переживает. Если предположить, что Марк имеет отношение к пропаже собственной жены, а такая версия у тебя должна быть, так вот, если предположить, что он ее убил, то ему крайне выгодно, чтобы следователь считал, что он горько переживает свою потерю. Согласна? И второе. Никто не может подтвердить его слов, что после ссоры пропавшая уехала в другой машине. Правильно? Если ты хочешь быть хорошим опером, ну, естественно, следователем, то ты не должна руководствоваться эмоциями. Только факты. Да, ты прав. Хорошо, вы поняли, что камера не работает. И дальше что? Выяснили, кто это сделал? Ну, откуда же я знаю? Скорее всего, вышла из строя просто техника. А почему сразу не починили? Так не мы же этим занимаемся, подрядчики. Они за всем следят, контролируют. Конечно, а вы тут ни при чем. Я же говорю, подрядчики. Кресло ваша шикарное. Не понял. Говорю, кресло хорошее, удобное. А, ну да. Сутками же приходится сидеть. А это и видно. Что, простите? Видно, говорю, что сутками сидеть. У вас даже форма тела такая специальная. Если бы вы почаще свою займцу от кресла отрывали, может быть, и толку было бы больше. Пусти. Просто, мне кажется, каждый должен делать свою работу. Хватит вести себя как школьница. Чего ты пристала к нему? Что я пристала? Материал с этой камеры помог бы нам все выяснить. Камера в тот день не работала. А если бы ты не занималась воспитанием, бы заметила очень важную вещь для нас. Какую? Там чуть дальше есть остановка. Кто-то из ожидавших автобуса мог видеть, что произошло? Кто-то из ожидавших. Кто-то из водителя. Давай, садись в машину. Я сама. Давай, пристегну. Ром, я сама. Хорошо, сама-сама. Постоянно ссоримся из-за работы. Прости. Прости, я... Да я и не обижался. Пойдем вечером в ресторан. Нет, сегодня устала. Еще в автопарк ехать. Лучше пораньше, а то все водители разъедутся. Значит, пойдем в пятницу. Со мной отметим твое первое расследование. И вы еще надо закончите. А до четвергая я закончу. Хорошо. Давай разделимся. Давай, ты иди туда, а я сюда пойду. Хорошо. Простите, а вы не подскажете, где мне Шашкарева найти? А вот, за автобус направо. Ага, спасибо. Да не видел я никого. Красивую девушку я бы запомнил. Вот вы бы стояли на дороге, вас бы я не забыл. Спасибо. Пожалуйста. Вы торопитесь? Просто я сейчас заканчиваю. Тут есть бар недалеко. Может, посидим? Давай посидим. Тише. Ну, как ты с девушкой разговариваешь? Девушка – сотрудник полиции. Ну, так че, оттопыриемся, посидим, отдохнем, мм? Это не по моей части. Угу. Свободен. Ну, подожди ты, ну. Значит, никто из водителей Машу не видел. Зачем ты опять влез в разговор? В смысле? Он же грубил тебя. Это майор, следовательно. Дай мне возможность работать самой. Это называется элементарная забота. Я переживаю за тебя. Вот и все. Алина. Ну, последний выпуск, ну, видела? Алина, больничная начинка. Да. Опять поссорились. Надоело. Не хочу. Да. Вот решила залить тоску. Зато не сейчас, а хорошо. Да, да. Знаешь, быть мамашей и женой иногда очень надоедает. Сейчас себе найду кого-нибудь. Девушка. Что надо? Вы что, скучаете? И как это ты увидишь? У вас походка скучающая. А, ты что, психолог? Можно и так сказать. Красавица, я тебе потом перезвоню. Чемокки. Ну, иди, я тебе покажу, Кашля. Иди сюда. Иди, иди, иди. Что это? Целую, целую. Ну, в этот ум. Смотри, как это делать. Смотри. Красиво. Смотри. Мне нравится. Ну, подожди. Ну, подожди, я хочу тебе показать кое-что. Ух ты. Ну, все, хватит. Убирайся у телефона. Давай, Капутин. Давай, записывай. Записывай. Знаешь что? Что? Запиши ко мне рингтон. Какой очередь? Что сказать? Я не знаю. Не знаю, что хочешь. Подъем, лишь богом, пора на работу. Подъем, лишь богом, пора на работу. Подъем, лишь богом, пора на работу. А мы все гадали, кто же из них кого первый угрохает. А он вообще, как я поняла, нервный. Может, ни с того, ни с сего рассердится. А когда рассердится, вообще не понимаю, как она его выносила. Это она первая начинала. Он-то ее все время успокаивал. Но попробуй такую успокоить. А она же как-то... Мать Терезы уже на работе. Какая прекрасная встреча. Какими судьбами? Как вы здесь? Что думаете, моя жена у соседей прячется? Или они ее убили? До свидания. А почему вы думаете, что вашу жену убили? Скажи, а ты можешь быть объективным по отношению к нему? Я не люблю лицемеров. И вообще не знаю, что он сам убил свою жену. Соседи тоже так считают. Соседи просто сказали, что они ссорились. И только, если на основе таких показаний ты готов посадить человека за решетку, отлично. Почему ты ему веришь? Почему относишься с ним? Куда ты его вчера повезла? В бар. Выпили, посидели, поговорили по душам. Поговорили? Он выяснил, что это важно. Выяснил. А, например? Например, например, Маша ненавидит, когда ее целуют. Что ее могло устроить нерандиозный скандал. Ну, все, дело раскрыто. Ладно, поеду к его матери, а ты займись распечаткой его телефонов. Распечаткой они уже занимаются. А к матери поедем вести? Нет. Почему? Потому что меня учили, что предвзятые отношения наш злейший враг. Поэтому займись техническими вопросами. Так точно. Здравствуйте. Добрый день. Я из полиции. Меня зовут Алина Новинская. Я занимаюсь поисками вашей невестки. Могу задать вам пару вопросов? Конечно. Я не знаю, что делать с Марком. Как его вывести из этого состояния? Извините. А она? Она его любима? Трудно сказать. У них какие-то были странные отношения. Бабушка, когда мама приедет? Я даже не знаю, что ему ответить. Марк. Сынка! Папа пришел. Красавчик мой. Ну, как твои дела, а? Что вы тут делаете? Пришла поговорить с вашей мамой. Антошенька, побудь с бабушкой, хорошо? Пошли. Какого черта ты вообще здесь делаешь? Вы нужны своему сыну. Это не твое дело. Со своей женой вот ты так разговариваешь? Это тоже не твое дело. А почему вы ссорились? Оставьте мою семью в покое. Кто дал вам право судить? Мы, может быть, и ссорились, зато любили друг друга. Давай со мной, а? Прекрати, Марк! Что ты опять творишь? Ты же на звонки не отвечаешь. Вот я и приехал. Что случилось? Мне нужна ты и твой подопечный. Утром нашли труп девушки. Похоже на Марию. Надо брать Марка и вести его в мот на опознание. ПОХОТИПЕВАЮЩЕЙМЕРА ПОХОТИПЕВАЮЩЕЙМЕРА Это не она. Это не Маша. Павел Костюхин, следственный комитет. Это был муж? Ага. У нас это уже четвертый подобный случай. Возраст жертвы и способ убийства удушения полностью совпадают. Так как сведений у меня крайне мало, я думал, может быть, вы мне поможете и расскажете об обстоятельствах ее исчезновения. Но раз эта девушка не ваша, значит, не судьба. Да. Эта девушка не наша. К счастью. Вы ведь Алина Наринская? Да. Известная фамилия в наших кругах. Алина Наринская фамилия в наших кругах. Баб. Работать с ворами, бандитами, каждый день. Женщина должна быть, что ли, с женщиной. Тепло, уют. Слушай, я не умею ходить вокруг да около. Вот кольцо, вот я. Руя. Я даже не знаю, что сказать. Скажи «да» или... Нравится? Мне тоже не нравится. Красивая, правда? Не смотри туда, смотри в другую сторону. В другую сторону смотри. Приятного вечера. Ну, что со мной не так? Я устала от твоей ревности. Мне просто не понравилось, как он на тебя смотрел все. Рома, мы даже поесть с тобой нормально не можем. О какой семье ты говоришь? Здрасте. Ты ни за что не догадаешься, куда он на меня повел. Планетарий. Алин, мне кажется, я влюбилась. Кажется? Так ты уже пару дней ничего не соображаешь, ходишь и улыбаешься, как дура. Ты знаешь, я сегодня позвонила в местное отделение. Мне сказали, что для этой идеальной пары пару раз вызывали на аренду. Да. Разрешите, Борис Викторович. Проходи, Иру. Присаживайся. Вот. Подпишите по собственным желаниям. Не за Алины. Сделал предложение, а она отказала. Отказала. Рома, ну давай между нами. Какая из Алины жена для полицейского? У нее своя работа. У тебя своя. Ну, чего вам делить? Короче, буду рад, если останешься. Ну, пока она здесь не останусь. Давай сделаем так. У меня друг в Москве, так, ищет перспективного сотрудника. Я могу тебя порекомендовать. Оформим переводом. Годится? Какой-то собрался? Туда. Шеф в Москву переводит. Шеф переводит, или ты попросил? Я попросил. Из-за меня? У тебя манья велич. У тебя манья велич. Манья велич. Кто-то... Ты поверила. Кто-то захватил. Я не знаю, ищущих-то. Я не знаю, как это. Я-то не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А мы можем встретиться? Зачем? Просто поговорить? Опять? Скажите, а вы сегодня что-нибудь ели? Простите, что? Я просто ужасно голодная. Составите компанию? Сосисочки, макарончики, котлеточки, морсик. Меня украли из детского сада? Точнее, из садика. Простите, я буду оливьешечку и судачок. А вы что-нибудь выбрали? Да, суп. Супик. Вам он очень нужен после вашего гулянка. Ну, хватит вам его. Простите. А расскажите о своей работе, например, вы чем занимаетесь? Я работаю в отделе закупок на консервном заводе. Романтично. Мне все же бандитов ловить. Но я хочу открыть свое дело. Ты, наверное, очень затратный? Ну, я немного денег скопил. Не хватит, конечно. Но сейчас, думаю, взять кредит на открытие малого бизнеса. Но чтобы этот кредит получить, нужно сначала этот бизнес открыть. А я так понимаю, что ваша жена достаточно состоятельный человек? Да. Ну, мы договорились, что я справлюсь самостоятельно. Вы не перестаёте меня удивлять. Нет, она, конечно, предлагала деньги. Я отказывался. Ну, и мы даже несколько раз кандалили по этому поводу. А почему вас это так интересует? Просто это выглядит как-то странно. Почему? Ну, смотрите, вы хотите открыть свое дело. Вам нужны деньги для старта. При этом вы любите свою жену, даже регистрируете фирму на двоих. Но не собираетесь брать ее деньги. Простите, к чему вы плынете? Нет, не знаю. Просто странно. Вы хотите сказать, что мне выгодно смерть Маши? Я пытаюсь разобраться, что произошло. Вы думаете, это я ее убью? Пропал человек. И обстоятельства... Да идите вы нахрен. Вместе со своим супом. Папа, кажется, ты был прав. У Марка был мотив убить жену. Причем не спишь-то? Они часто ссорились. Она его гнобила. Соседи говорят, что он не сдержан. Алина, ты можешь хотя бы ночью выбросить все это из головы, а? И главное, Маша получила в наследство от отца огромные деньги. То есть Марку была выгодна ее смерть, потому что он законный наследник и теперь может открыть свой бизнес. Черт. Ладно, давай завтра с утра у меня, хорошо? У себя? Да. Привет. Здрасте. Присаживайся. Вот, познакомься. Виктор из Рябцева. Мне с утра позвонили, сказали, что тебя ждет какой-то новый свидетель. Я решил сам послушать. И не зря. Виктор рассказал много интересного. Можете еще раз повторить? Так это... Я из деревни Рябцева, вот. Ну, где рядом девушка пропала. И, значит, в тот день, когда она пропала, я автобуса ждал. Ага. А пришел рано. И я видел, что машина подъехала, а девушка из нее вышла, дверью так сильно хлопнула, и ругалась громко. Ну, вот. Ну, потом чего? Она на несколько шагов отошла, другую машину поймала и все, уехала. Только вот номер я не разглядел. Да я и не всматривался особо. Ага. А первая машина? А, из которой она вылезла-то? Да, она поехала за ними? Нет, ну, парень там остался. Ну, видать, бензин кончился. Может, еще что. Я еще помочь хотел, а туда автобус подъехал, и я все... Ну, ты не расстраивайся. Так бывает. Кажется, вот оно, будто все сложилось. А потом приезжает вот такой вот Виктор из Рябцева и... Да, спасибо, Виктор. Это очень важная информация. Вы спасли человека. Удивительно, что вы пришли именно сегодня. Забавно. Ну, хорошо же, что все выяснилось. По крайней мере, невинный человек не пострадает. Пап, пойдем в футбол играть? Анташка, пойди, поиграй без меня. Мам, давайте, я свободен. Мальчики, я с вами хочу. Получай. Мам, я хочу играть. Мам, я хочу играть. Антон, мяч. Мам, мяч, мяч. Давай мяч. Антон, давай за мяч. Спасибо. Спасибо. Поро вставать. Ммм, подъем. Кому-то пора на работу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А что? Так, просто встанешь и пойдешь? Черт, я сегодня никак не могу опаздывать на работу. Ненавижу такие моменты, свой бизнес. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Сходим куда-нибудь вечером? Дорогая, извини, цит, но до вечера нужно быть на работе. Вечером надеюсь на вкусный ужин. Все, побежал в тортилье подрезающее. Стой. Это Арсения. Я тебе говорил, что ты идеальная. Идеальная жена. Это ужасно. Почему? Потому что идеальная жена. Это скучно. Она еще юная. Вот свезло так свезло. Ладно, я побежал. Субтитры сделал DimaTorzok Здрасьте. Ты опоздал на десять минут, Мелехов уже три раза звонил. Три раза за десять минут? Он с ума сошел? Добрый день, Петр Васильевич. Какой черт тут добрая погода, он мерзкая. Хотя, вы-то с лимузина сразу в теплый офис. Откуда вам? Как улов? Я говорю, погода мерзкая. Улова нет почти. Объясните мне, дорогой, зачем нам с вами прекращать сотрудничество? Иностранцы бегают за мной по пятам. Товар клянчит, а у меня уже мощности на пределе. За тобой иностранцы, а за мной рестораторы ходят. Им тоже ряпушка нужна. А чего я им продам-то, если ты у меня все забрал почти за копейки? За копейки? Год назад вы об этих копейках даже мечтать не могли. Рестораторы мне больше дадут. Они только пока обещают. Мне деньги нужны. Ладно, хорошо, договоримся о цене. Давайте, приезжайте. Будем договариваться. Хорошо, только я сам не смогу приехать, у меня дело не в проворот. Я вот Арсения Викторовича попрошу приехать. Пусть твой Арсений Викторович с моим внуком школьные задачки обсуждает. Я буду разговаривать только с хозяином бизнеса. Ладно, хорошо, на днях приеду. И не тяните, а то меня ресторатора обложили со всех сторон. Хорошо, завтра буду. Ай, ну как тебе это, ресторатора его обложили? С ним-то ты справишься, но у нас более серьезная проблема назревает. Роспотребнадзор заинтересовался нашими контактами с крупными торговыми сетями. Забегали хищники. Скорее шакалы. Нет, конечно, это показатель нашего роста, но нужно быть готовым к приходу голодных чиновников. Ладно, надо будет как-то продумать тактику, как их накормить. Это тебе Алена передала. Спасибо. Повезло тебе с ней. Таких больше нет. Она идеальная, я знаю. Ага. 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 Да, только доставка не нужна. Я сама заберу. Адрес мне эсмэсочкой скиньте, а то я сейчас не у компьютера. Че к телефону не подходишь? Так нечем. Молодец. Голодный? Да, много ли пенсионеру надо. Сварил себе китайской лапши. Я сам. Вот. Вот и хорошо. Ладно, не дай на жалость пенсионер. Сейчас буду кормить. Гендиректор мебельной компании выпал из окна своей квартиры. Самоубийство? Да нет, вот друзья и близкие говорят, человек позитивный, куча планов на будущее. Может партнеры, бизнес хотят попилить. А сейчас гляну годовой отчет. Нет, это не бизнес. Там сплошные убытки. А вот это интересно. Компания застрахована на 20 миллионов. Ого. И кто у нас собирается стать миллионером? Вот сейчас глянем, есть ли у него страницы в соцсети. О, это, похоже, жена. А вот это он уже с другой женщиной. Ну, что ж она такая. О, как. А, они были подругами? Похоже на то. Он был женат на одной, а потом ушел вот к ее подруге. Выходит, убийца жена. Подожди, дай-ка. Так. А-а. Не выходит. Почему? Она в это время отдыхала. Вот же фотки в хронике. Видишь? Вот. Так, стоп. Ты видишь то, что я? А вот смотри, то же место и... Да, да. Точно та же дата. Интересно. Бывшая жена и нынешняя жена убитого в одно и то же время отдыхали в одном и том же месте. Чтобы обеспечить себя, Ольга. Настоящей подруге осталось найти исполнителя. Ну что, может, коньячку? Бокалы не забыла где-то? Помню. Пап. С днем рождения. Это тебе. Да. Вот. Вчера экземпляр привезли. Спасибо. А твой-то тебе чего подарил? Что? Что, забыл про твой день рождения? Ну, говорила тебе, не иди ты в домохозяйки. Пап, не начинай. С твоим опытом уже опера. С твоими мозгами следователя. Это же... Мозги следователя? Ты уверен, что это комплимент? Я серьезно. Ну, как можно было отказаться от мечты? Если б не вот это, хрен бы мне кто на пенсию спровадил. Работал бы в полиции до последнего дня. Только эта работа позволяет по-настоящему ощутить полноту жизни. Как невозможно быть и следователем, и матерью, и женой одновременно? Одновременно. Одновременно. Марк был занят своим делом. Меня тоже не было дома. Ты просто забыл. Это ты, наверное, забыла, что твой Марк после пропажи жены огреб огромную кучу денег. А с такими бабками, значит, любой дурак компанию откроет. Да отстань ты уже от Марка, а! Не получилось бы из меня следователя. Из чего ты взяла? Да потому что первое свое самостоятельное дело я провалила. Забыла? Ну, знаешь, пропажа людей редко раскрывается. Какой бы умный следователь не был, это, знаешь, специфика такая. И... Ну, ладно, чего я лезу. Действительно. Все настроение тебе использовал на день рождения. Спасибо тебе. Да не за что. Обращайся. Хорошо. Ну что, донесешь сама? Да, конечно. Пока. Давай, пока. Привет. Кто это? Это Оксана. Коллега с моей работы. Заходила за презентацией. Угу. И засасала она тебя в благодарность за презентацию, да? Ян, никто никого не засасывал. Это был просто дружеский поцелуй. Ну, после дружеского секса. Ян, какого секса? Ну, ты с ума уже сошла от своей ревности. Ну, сколько можно? А сколько можно шариться с бабами за моей спиной? Все, хватит. Я ни с кем не шарюсь. Ты достала меня, понятно? Достала? Достала. Пока. Куда пошла? Что я сказал? Да и черт с тобой. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! О-о-о! Спасибо! Смотрите-ка! Это у меня? Классно! Панам! С днём рождения! Привет! Привет! О, у вас с вами праздник? Да, день рождения, Алина. Ого, я вас поздравляю! А вот и мы! Спасибо, передам! Ну что, видела бы ты своё лицо сегодня. День рождения, а муж идиот забыл про это. Я еле выдержал. Давайте выпивать. Да. За самую лучшую жену. За самую красивую женщину. За удачу всей моей жизни. За тебя. Я люблю тебя. А я тебя. Милые такие, да? Ура! Ура! С днём рождения! Милые такие, да? Милые такие, да? Мне кажется, его надо было студить побольше. Слушай, а мне нормально. Я люблю когда-то... Может, чё, 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 днём рождения жены не дадут спокойно отметить? Я на минутку. Ой. Да как же так? Ну, как же? Слушай. Что за ерунда? Зачем столько денег? Я же даю вам деньги. Я плачиваю счеты. Откуда долги? Слушай. Пятьсот тысяч. И больше никогда мне не звонить. Я сам наберу. Ой, спасибо за вечер. Все было катастрофически вкусно. Ой, да. А тебе просто повезло. Ясно? В следующий раз будет матч-реванш. Если не струсишь. Слушай, я это, я ребят провожу и прогуляюсь заодно. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Привет. Привет. Что стряслось? Нормально всё. Чай сделай чёрный, пожалуйста. Плакала, что ли? Может, чё, покрепче? Я в порядке, чай. Слушай, перестань мне звонить. Забудь вообще, что я существую. Ты меня понял? Всё, нет меня. Умерла я. До свидания. Мартини сделай. Виски. Помоги мне снять кроссовки. Зачем так напиваться-то? Правда, сама не можешь снять обувь, что ли? Я могу, но я хотела, чтобы ты это сделал. Ты... Для чего? Ты совсем дурак. Кто звонил? По работе. 12 часов ночи, но ничего не ответил. Ну, чё, я выпил, всё равно выйти не смогу. Завтра скажу спал. А чё такое? Где у нас? Тебя кто-то есть? Тебя кто-то есть? Настя, если у меня кто-то появится, я не стану тебя обманывать. Тогда что не так? Что? Я забочусь о тебе. Дома всегда убрано. Еда готова. Я слежу за собой. Я хорошо выгляжу. Я тебя не пилю. Я тебя поддерживаю. Доверяю тебе. Я никогда не спрашиваю, куда ты таскаешься после работы. Что не так? Удачи. Я поднялся. Блокация. В общем... Насть, прости. Нет, ну... Ты говоришь, вот, иногда... Это тебя не касается, вот, вот. Это тебя не касается. И нет у меня никому. Я не знаю, сам не знаю, что происходит. Ты бы сломал с вами что-то. Кочек, ты нагулялся? А как там твоя коллега? Когда у вас следующее свидание? Ты знаешь, я решила сама с ней поговорить. Пусть теперь чаще обглядывается. Ты меня понял? Нет. Чего пялишься? Понравилось? Три тысячи в час. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Вам какой? Спасибо. Спасибо. Девушка, можно? Только вода? Да, без управки. Кофе, выпечка по акции. Карта бонуса имеется? Тогда пятьдесят рублей. Спасибо. Да погоди! Ну вот, я ему и говорю. А слабо всем классам физру задвинуть. А он что? Так он сразу затух. Только понтоваться и может. Да, конечно. Понторез гребаный. Ты сам какой. А вы что думаете? Закурили крутыми себя почувствовали, а? Да. Егор, ты чего? Ну, смотри. Слушайте, может это? Пьяная? Да не, ее снегом уже занесло. Петр Васильевич. Так, Володя, давайте идите уже. Но без меня не начинайте. Сейчас буду. Понял? Так, ну так что? М? Зачем? Значит, ты где витаешь-то? Ты нормально себя чувствуешь? Все нормально? Да. Простите, просто... просто не выспался. Ну давай, просыпайся быстрее. Ты же ко мне приехал не на воду любоваться? Хорошо, пять процентов в прежней цене и работаем как раньше. Слушай, выглядишь ты как-то, как будто тебя кто-то веслом отходил, а? Пятнадцать процентов к прежней цене и договорились. И то только из жалости к тебе. Вид у тебя пришибленный какой-то. Ну, если жалко, тогда десять процентов. Ну вот, просыпаться начал. Значит, договорились. Так, подъехали. Работаем, работаем. Здравствуйте, телеканал Криминальная Хроника. Пожалуйста, скажите, что здесь произошло? Можете дать комментарий для нашего телеканала? Пожалуйста, прошу вас. Ну, туда нельзя. Стой, стой, стой. И сразу полицию вызвали? Нет. Сначала Кирюха повлевал, а потом вызвали. Ладно, свободно. Здравия желаю. Привет. Ну что, опять у воды? Неужели наш стали друг проснулся? Очень похоже на то. Внешних следов полового насилия нет, но окончательно могу сказать только после вскрытия. Предварительно асфиксия и множественные живые ранения. Может, совпадение? Нет, не думаю. Кольцо. Где ж ты был все это время, дружок? Ух! Вон, зайдем. Пожалуйста, ваш кофе. Спасибо. Пятая на 900 рублей готова. Ага. Дальше я вас слушаю. Здравствуйте еще раз, Надежда. Я бы хотел, наверное, чего-то перекусить. Чего именно? А что посоветуете? Там все написано. Кленовый пекан, улитка с изюмом, шоколадный галстук, сосиска в тесте. Сосиска в тесте. Кофе? Американо. С молоком? Нет. Тяжело, наверное, вот так вот за прилавком целый день стоять. С вас 250 рублей. Карты наличные. Я на 95-й евро на 2 тысячи. Отлично. У нас есть наш карточек? Да сейчас. Ваши 500. Сдачу. Третья, 95-й евро на 500 рублей. Простите, третья? Третья, 95-й на 500 рублей. Четвертая, 95-й евро. Спасибо. Кофе? Нет, спасибо. Третья, дизель готова. Вы забыли чек из дачи. Что? Я говорила, что если не перестанете на меня подпялиться, я охранника позову. Подождите. Не нужен охранник. Я сама решу, нужно или нет. Простите, просто вы очень похожи на человека, которого я раньше любила. На мою бывшую шину. Ага. Ох, ну и тяжелый же этот господин Мелихов. Ну, вы все-таки договорились? Надеюсь, что да. Хорошо. Пойдем ужинать? Малыш, я так сегодня вымутался. Я сразу в постель. Личные жертвы уже усыновили? Так точно, Владимир Николаевич. Чернова Яна. 1993 года рождения. Безработная. В прошлом году окончил филфакт нашего университета. Местная? Почти. Родилась в деревне Гавриловка. У меня там мать живет. Пенсионерка. Сама Чернова жила в общежитии. Угу. Что еще? А все. Больше нет ничего. Как? У меня начальство со вчерашнего дня долго. Неужели, говорят, опять наш душитель проснулся? Олег. На теле убитый гематома того же характера, что она жертва душителя. Смерть наступила в результате асфиксии. Также с переломом подъязычной кости. Уже после смерти также многочисленные ножевые ранения в угол из живота. И также след от обручального кольца. Мы также жертву нашли возле воды. Понятно. Ну что, придется идти сдаваться начальством. И все-таки проверить все личные версии. Поговорить с матерью, выяснить, были ли друзья, любовники. Если вдруг выяснится, что это не душитель, семь премий в размере месячного клада выбью. А теперь криминальные новости. В промышленном районе на берегу реки Ветла найдено тело выпускницы филфака 25-летней Яны Черновой. Уже после смерти ей нанесли множественные колотые раны. Все это повторяет почерк серии убийств, совершенных несколько лет назад. Скажите, это правда, что по почерку убийства вернулся маньяк-душитель? Послушайте, я не готов сейчас давать никакие комментарии. Не надо пугать людей. Как сообщил наш источник, полиция также проверяет и личные версии гибели Яны Черновой. Однако характерные повреждения на теле дают основания полагать, что версия с маньяком у силовиков будет в приоритете. Да? Смотришь телевизор? Ну, а что ты думаешь? Ну, скорее всего, он уезжал из города, а теперь вернулся. Сомневаюсь. Если бы похожие убийства происходили в других местах, мы бы об этом узнали. Значит, он по какой-то причине убивает только в нашем городе? Может быть. Вопросов стало еще больше. Ты же интересовалась этим делом четыре года назад. Помнишь твой психологический портрет душителя? Ну, и как ты считаешь, склонен он к переездам? Скорее всего, нет. В какой-то степени он консервативен. Хотя он мог уехать вынужденно. Ну, и что же могло его вынудить? А прости, пап, больше не могу говорить все. Продолжай набрасывать версии. Разминаем ответы. Все, пока. Доброе утро. Прости меня за вчерашнюю. А что вчера было? Спасибо. Просто долго ехал, голова распалилась. Хер endings до 20 лет. Мы-то уже потеряем этот кадр, penthouse с хода словом. Всего прожил её, с которыми вы заберетесь этими piace aktivничествами. Маша. Да? Извините. Что говорит мать Черновой? Да ничего она не говорит. Она на грани нервного срыва, плачет все время. Она же одна осталась после смерти дочери. А в каких отношениях они были с матерью? Ну, я так понял, что в теплых. Чернова младшая работала, помогала матери деньгами. Мать говорит, что она была замкнутая девушка. С людьми сходилась редко. Друзей у нее не было. Она знает, где искать ее мужа? Да не было у нее мужа. В смысле не было? А кольцо? След от кольца. Есть? Кольцо есть. Мужа нет. Но был у нее какой-то кент. Они даже обручились. Но пожениться не успели. Черт. С парнем разберемся. Хотя, честно говоря, личная версия меня не убеждает. Да маньяк это там к гадалке не ходит. Ну, или подражатель какой нашелся. Подражатель вряд ли. Почему? Жертва задушена очень. Как сказать? Профессионально, как и все девушки до этого. Вообще, характер повреждений очень точно воспроизводит прошлый случай. Так что, если подражатель, то он должен служить в полиции и иметь доступ к делу. Суд медэксперт. Угу. Ну, если серьезно, это дело рука одного человека, который знает, как убивать и наносить повреждения. Я же говорю, суд медэксперта. Не, на самом деле суд медэксперта очень подходит. Ладно. Давайте подведем итоги. Что у нас есть? Есть у нас немного. Есть у нас маньяк, который душит девушек. После того, как задушил, наносит на живые удары и снимает обручальные кольца. Он пропадал на четыре года, теперь вернулся. Давайте подумаем, почему наш дружок брал такую долгую паузу? Это элементарно, он мог уезжать из города. Мог. Надо просмотреть сводки и понять, были ли в других городах подобные происшествия. Может быть, были, а наши коллеги просто не додумались связать их в серию. Ну, он мог. Сидеть в тюрьме. Мог он сесть по какой-нибудь другой статье. Изнасилование, кража, любая другая. Тоже верно. Значит, нужно поднять дела недавно освободившихся, которые просидели три-четыре года. Еще он мог быть в психушке. То же самое. Идем в местную психиатрическую больницу, поднимаем дела сложных пациентов, которые недавно выписались. Ну что, отрабатываем пока эти версии. Да. И еще. Послезавтра с вами будет работать другой следователь. Как это? Че это? Пенсия. А вас в конце недели ждет банкет. А сейчас дело терится попроще. Не хотел огорчать вас раньше времени. Или вы рады? А кто дело будет вести вместо вас? Понятия не имею. Вот придет какой-нибудь тюпырь, и как нам с ним работать? Руслан, ты что? Разучился обращаться с табельным оружием? Никак нет. Давай, давай. Ну все, пока, малыш. Беги. Оникс отвалился. А это уже серьезно. Мы такие крупные сети терять не можем. Останемся без сбыта. Уже на 15% поплыл объем. Как будем действовать? Что будем делать? Друзья, ну давайте постараемся вместе подумать. А на сегодня это все вопросы, да? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Марк, что с тобой происходит? Все нормально. Все нормально? Я вижу, что все нормально. Ты поэтому молчал все совещание? Знаешь что? Мне Вашкова сгонять надо. У нас там новый поставщик нарисовался. Ты вообще не слушал, да? О чем мы здесь говорим? У нас проблемы с продажами. Какой новый поставщик? Новый. Сегодня Болотов приезжает из Роспотребнадзора. Понимаешь, сам решил приехать, а не инспектора прислать. А мы с тобой даже не оговорили тактику. Ты же не прямо сейчас собираешься во Шкову. Ну что ж, ты постарайся его мочаровать, я не знаю, там, покажи ему все, расскажи и попытайся узнать, о чем он думает. Не по рангу. Болотова должен встречать ты. Ничего, ты справишься. Скажи, пожалуйста, что в бухгалтерии? Татьяна деньги обналичила? Пятьсот тысяч. Да, зайди к ней. Отлично. Болотова должен встречать... КОНЕЦ КОНЕЦ Я вас слушаю. Брать что-нибудь будете или сегодня так, поглазеете? Буду. Очки. Очки? Может, лучше зонтик возьмете, а то вдруг дождь пойдет. Давайте зонтик. И очки. На потом. На потом. На жаре у нас ласты не продаются. Тоже бы пригодились. На потом. Ну, а как? Не идут? Честно говоря, не очень. А мне кажется, ничего. Я знаю, где можно хорошие очки купить. Покажете? Покажете? Там не дешево. Не важно. У вас телефон звонит. Не ответите? Клиенты звонят. Ну, что, покажете? А у меня смена. А у меня смена еще полчаса. Пошел ждать. Девушка, пятая колонка свободна? Пятая? Девушка, пятая колонка свободна? Пятая? Да. Ну, как жили? Ну, как жили? Жили как... Эти... Староверы какие-то в палатке. А почему как Староверы? Ну, не знаю. Мне кажется, что я их именно так себе представляю. Палатка, борода и никакой цивилизации. С милым жарь шалаша. Слышал? Ну, вот. Пока милый мой не помер. Он это, дрова заготавливал, дерево пилил, а оно того. Прости. Придавила его? Ну, в общем, я собралась и сюда уехала. В общем, теперь здесь. Живую работаю. Да. Что там? Настойчивые клиенты? Да. Очень хотят наш продукт. Угу. Просто в очередь стоят. Угу. Арсений, привет. А ты не знаешь, где мой муж? Поехал в Ошково к какому-то новому поставщику. А ты будто недоволен. Ну, да я просто не понимаю. У него тут куча проблем. Он все бросил на меня и уехал. Ну, если Марк так поступил, значит это для чего-то нужно. Наверняка у него есть план. Ну, наверное, ты права. Ладно, спасибо. Пока. Ваш чай, пожалуйста. Посчитайте у нас, пожалуйста. Я на неделю заеду. Покажут мне город. Покажут. Так а что показывать? Да рады, Ру. Ну, ты все-таки приезжай. Что-нибудь придумай. Я заплачу. Что, две тысячи за эту селедку? Ну, шутят. Спасибо. Может, отключишь уже? Где папа? Папа на работе. Уже ночь. Ну, а ты же знаешь, что иногда у папы много работают. Ну, папа вечером всегда с нами. А сегодня не смог. Тогда давай банан. Уп, уху, уху. Уп! 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 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Запрыгивай. Пристегивайся. Молодец. Все, 8 месяцев я побежал. Возвращайся сегодня пораньше. Правда, нет. Твоя работа, она очень важная, да. Но мы по тебе скучаем. Нам я понял вечером у амбара. Пока. Пока. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот, пятьсот тысяч. Вы все время звоните, требуете еще, еще, еще. Так не может больше продолжаться. А ты что, хочешь жить спокойно и счастливо, после всего что-то сделать? Ты убил мою дочь. Помни об этом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, а то есть, без сахара? Да, да Ну, если что, я здесь Всё, не отвлекай Хорошо Марк, у нас проблемы, в нашей переговорке сидит Болотов Черт Да Он запросил все финансовые бумаги, сидит изучает Черт, 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 слушай И еще он в ярости, что ты его избегаешь. Я не могу сейчас встречаться с Болотовым. Просто не могу. Что значит не могу? Марк, подожди ты куда? Только не сейчас, извини. Марк, подожди ты. Объясни мне, что происходит. Добрый день. Олег. Здорово. Здорово. Здорово, Олег. У тебя все хорошо? Что-то ты в последнее время выглядишь, как конченый маньяк. Да, нормально все. Конечно, вживаюсь в образ. Пытаюсь понять психологию убийцы. Главное в этом деле вовремя остановиться, Олег. Да, точно. Нервничек, ты не прав. Человек горит на работе, тратит себя. А ты вовремя остановиться. Своё дело надо любить. Нашему злодею мама тоже говорила. Главное, говорит, получать удовольствие от того, что ты делаешь, поэтому... Проходите. Здравия желаю. Здравия желаю. Всем доброе утро. Знакомьтесь. Вот новый руководитель вашей группы. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь, майор юстиции Роман Алексеевич Дементьев. Прошу, как говорится, любить и жаловать. Роман Алексеевич. Что, знакомы? Да. Здоров. Прошу. Роман Алексеевич, садитесь. Роман Алексеевич, родом из нашего города, работал в полиции. Я уже ввёл его в курс дела по душителю, объяснил насколько это важно и серьёзно. И очень надеюсь, что, имея большой практический опыт, он сможет посмотреть на это дело по-новому. Владимир Николаевич, я прошу прощения. Что такое? Срочный звонок можно? Что такое? Две минуты. Разрешите. Да иди уже. Извините. Так, теперь по делу. Новые мысли есть? Денис? План оперативно раскрыть мероприятие. Результатов пока никаких не дал. Я же от вас не прячусь. Хорошо. Хорошо. Я помню про сроки. Я помню. Но просто на это нужно время. Нет, стоп. Я сейчас решу вопросы и сам вас на… Алло. Малыш, привет. Давай с отелем определимся. Смотри, есть два варианта. Один с парком на третьей линии и на первой линии, но без парка. И по датам нужно сообразить. Алло, ты выбери сам. Извини, я не могу долго говорить. Я за рулём поехал Башкова на переговоры. Буду поздно. Пока. Что они в это решили? Знаете… Нет, мне нужно ещё время. Зайду в следующий раз. Что случилось? Я знаю, Марк… Ладно. Проехали. Ну, говори. Он в последнее время практически перестал быть дома. Всё время в разъездах. Ну, конечно, он же трудоголик. Наверное, ты права. Он сейчас ещё и бизнес расширяет. Вот видишь. Я, кажется, схожу с ума. А ты поддерживай его. Сама же мне так всегда говоришь. Угу. Действительно, что может быть скучнее, чем ревнин уже? Угу. Обожаю букетно-конфетный период. Особенно, когда он короткий. Ко мне? Лучше в гостиницу. Хочу. Сколько звёзд? Сколько захочешь. Угу. Что ты на меня так смотришь? Я женат. Вау. Вот это сюрприз. Ты догадалась? Угу. Конечно, я догадалась. Угу. А потом тебе так часто звонит твой клиент по имени Алина. Слушай, ты не парься. Мне пофиг. Обычно эта женщина волнует. С какой стати это меня должно волновать? Замуж за тебя я не собираюсь. Секс у нас был отличный. Ну, а если ты гуляешь от жены, то... Это ваши с мои проблемы. Я не гуляю. Это в первый раз. Да ладно. То есть ты что, в меня не влюбился? С первого взгляда и это на всю жизнь? Повезло мне. Ладно, мне пора. Ну, брось. Ну, ты что обиделся? Ну, перестань. Ну, мне не пятнадцать лет. Нет, я не обиделся. Просто я не могу остаться на ночь. А я можно тут поторчу? Мама шикарная никогда в таких не жила. Да, конечно. Мама! Да. Мама! Мам! Мам! Что случилось? Опять этот сон? Все, тихо-тихо-тихо-тихо, мой хороший, я здесь. Это просто сон. Мам, мне опять приснилась эта тетя. Все, успокойся. Просто сон. Можно я с тобой посплю? Конечно. Конечно, пойдем. Прости, вчера поздно приехал, не хотел вас сбудить. Ты спала с Антошкой? Да, ему опять этот сон приснился. Опять эта страшная женщина. Привет-привет, Игорь Негодяев. Он скучает по тебе, ждал вчера весь вечер. Я не смогла дозвониться. Там связь плохая была. Ты как? Он почему не в школе? Знаешь, он плохо спал. Решил сделать человека выходной. Потусим, деду съедем. Поставь чайник. Давай. Так, мне нужно в душ и на работу. А как твоя поездка? Ничего, нормально. Может, расскажешь? Не забивай себе голову. Я с дороги еще не молся. Я с удовольствием все. Еще такие радостные. Поймали злодея? Похоже на то. Ну, жалуйтесь. Перешерстили все тюрьмы. Так. Выяснили, что три месяца назад освободился некий Егор Шишкарев. Отбывал срок за грабеж. Съел он сразу после того, как было совершено нападение на Антонина Севякова. После которого, как нам известно, все нападения прекратились. И еще. Егор Шишкарев ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Мы просили соседей, все его немного побаиваются. Он заносчивый, вспыльчивый и бухать любит. Съездили по адресу, дома его не застали, но заглянули в комнату через окно. Благо, что живет на первом этаже. Дома такая откровенная помойка. У него явно проблемы с личной жизнью. Бабы ему не дают. Вот он и мстит. Ну, это нормально. Знаю я его. Он проходил по делу с исчезновением Марией Воронцовой. Работал водителем в том же районе. У него последнее дело перед моим отъездом в Москву. Послушайте, так может быть все-таки Воронцова имеет отношение к нашей серии? Тогда все наши совпадения не случайны? Надо брать Шишкарева. Торопитесь, мужики. Вы вот это читали? Умные, расчетливые, аккуратные. Легко входят в доверие. Особенно к женщинам. Не совпадает это с Шишкаревым. Согласен. Только это все теория. Это они все как в кино. Умные, аккуратные, обаятельные, привлекательные. А в жизни все по-другому. Ну, хорошо. Отработайте. Да мы поотработали уже все. Давай задержим и допросим его в конце концов. Нет. Просто поговорите. А дальше возвращайтесь к основной версии. Вы в бар ездили, где последний раз видели нашу жертву? Нет. А чего тогда стоим? Ждем. А вы что, бросили? Да. Какая штука? Значит, напополам. Ирина, прохожу здесь практику. Рома, в смысле роман? Следовать. Только бы перевелся. Привет, Анна. Привет, Анна. Ой, как ты меня напугал, паразит. Что, я такой страшный, что ли? Да нет. Я просто не ожидала тебя увидеть здесь, средь бела дня. От тебя ж ни слуху, ни духу. Невестка и та чаще меня навещает, чем родной сын. Мам, ну перестань ворчать. Сделал лучше чаю. Мать, чуть заика не сделала. Мама, а где Машины вещи? Тут в шкафу. Скажи, зачем тебе ее вещи? Ну? Нужно. Зачем? Мама, ну что ты заводишься? Я не понимаю, зачем я храню эти вещи. Мак, а оно зачем тебе? Приятель попросил для дочери, ей не о чем пойти на выпускной. Что ты какой-то чушь болтаешь? И это платье на выпускной? Мама, что за допрос? Марк, не вздумай обидеть Алину. Ну дед, опять куда-то ездил? Наверное, за китайской лапшой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет, пап. Какие люди? Антоха? Дед. Здорово. Здорово. А мы с мамой ходили на батуты. Так. И еще там игровые автоматы. И можно на машине покататься. И где штука интересного? В цирке? Ну дед, где ты видел, что в цирке были игровые автоматы? Мы в торговый центр ездили. Ой, а зачем ты столько набрала? Я все купил. Да что ты там купил? Покормлю тебя по-человечески. Антон, неси. О, да-да-да. Давай, давай, давай. О. Пап, ну... Ничего, ничего. Разберется. У тебя что-то случилось? Да нормально все. Не ври мне. Я же вижу, что что-то случилось. Присядь. Присядь, говорю. Да, Марк. Какой-то странный в последнее время. Знаешь, как будто бы не со мной. Звонки не отвечают. Даже... Даже кажется, что у него кто-то появился. Кто? Другая женщина. Ого. Скажешь, что я дура. Ну... А не без этого. Ты же сама говорила, что он женат на своей работе. Он женат на мне. Нет, это само собой. Ну... Ну... Это правильно, когда мужчина увлечен в своей работе. И так же правильно, когда и женщина следит за своим домом. А-а-а. Поэтому ты меня все время на работу выпихиваешь. Нет. Это я имел в виду обычных женщин. А я же знаю, что ты у меня не такая, как все. Пап. Расскажи про маму. Я помню, конечно, что-то, но... Мало помню, что вы ссорились. А так ничего не знаю. Твоя мама была очень сложным человеком. Ее очень терзало то, что она не смогла себя реализовать. Похоронила себя в браке с милиционером? Ну, вроде того. Я думаю, что она из-за этого и... Знаешь, после аварии, ну, когда я стал ездить вот на этой вот штуке, времени-то много появилось. Стал думать. Я часто стал ее вспоминать. И вот думаю я, все ли я правильно делал. И вообще, вот, все ли я сделал для того, чтобы уберечь ее от... Самоубийство это ведь... Пап, ладно, не надо. Одно знаю точно. Я ее очень сильно любил. Да я знаю, знаю. Ты все сделал. Все, что мог. Мне нужно себя винить, слышишь? Хорошо, не буду. Но это и меня тоже должна понять. Ну, почему я тебя все время толдычу проработал? Я очень хочу, чтобы ты реализовалась. Понимаешь? Угу. Тогда всякие дурацкие мысли не будут приходить в голову насчет мужа. Ладно. 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 Д objetivo. Мама, мы играем в шпионов. Ага. 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 Поможешь, побыстрее. Я все хотела тебе сказать, только не смейся, пожалуйста. Мне кажется, что за мной в последнее время кто-то следит. Что? Да. На днях меня преследовала какая-то машина. Может, мне показалось, но дома тоже. Когда тебя нет… Не сходи с ума. Выпей валерьянки и ложись. Завтра поговорим. Пока. Привет. Прилежный ученик. Усвоил никаких телефонов на уроке. Ну что, в гостинице? Сперва поесть. «Приятия» «Музыка» «Приятия» «Обранные телефоны» «Обранные телефоны» «Музыка» Ну что, все нормально. Ничего жизненно важного не задето. Только кролик терял много. Жить будет? Будет. Ну вот и славно. Спасибо. Ты как? Нормально. Родным сообщили? А, да. Жена уже едет. У квартиры Шишкарева людей выставили. У дома его родители тоже. Домой он вряд ли вернется. Ты иди, я дождусь, Жанна. Иди. Ну давай, старик, ну не выдумай, ну. Да. Ром, это Ира. Как твой опер? Нормальный. Ну вот и прекрасно. Может вернешься? Здесь обещают весело будет вечером. Я в больнице. А я пока никуда не собираюсь. Классный ресторан. Я до тебя никогда в таких не была. Давай это будет наше место? Меня до тебя никто в такие не водил. Хотя, может, не водил. А я просто не помню. Что значит «не помню»? Да ладно. Ерунда, забудьте. Ты еще подумаешь, что я сумасшедшая. Нет, не подумай. Говори. Ну ладно. Я это... На самом деле... Только последние четыре года своей жизни помню. А что да как до этого было, мне всегда муж рассказывал. Ну, у меня там... Травма случилась и, в общем... Да, короче, память отшила. Ну что? Ну вот. Точно не надо было тебе рассказывать, да? Можно я буду помогать? Хорошо. Морковь почисть. Держи нож, только аккуратно не обрежься. Ну, мам. Да? Малыш, ты извини, но я сегодня не приеду. Как Антошка тебе ужин готовит? Переговоры были очень сложные. Я еле живу сейчас. Ехать в таком состоянии опасно. Боюсь, просто усну по дороге. Алло. Алина. Алин, ты меня слышишь? Угу. Хорошо. Молодец. Давай дальше чисти. Стой, становись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, чё? Всё, 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 всё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подожди. Алло? О! Ну, и что это? Оно ведь не новое, да? Наверное, платье твоей жены, которую ты придушил, да? Что ты несешь? Я никого не убиваю. Придушил, придушил. Ты передел его меня. Ты тоже хочешь меня придушить, да? Что там? Что-то еще? Ну, как? Я похожа на женщину, которую ты любила? Куда она делась? Где она? Она меня бросила. Ну и дура. Я бы такого никогда не бросила. Это что, все? Силы закончились? Я сплю. Что? Спишь? Я сплю, все. Может, я уже пойду? Иди, мусор не забывай. Скотина. То есть, ты просто хотел со мной переспать? Ага. Козел. Больной на всю голову. А что делаешь? Хочешь набить себе тату? Угу. У меня уже была один раз. Маленькая. Вот тут. Такая маленькая-маленькая, но муж заставил свести. Ну, он у меня так был чокнутый, слегка староверт, типа. А татуировочка была такая совсем малюсенькая, цветочка. Слушай, скажи, ты совсем ничего не помнишь? Детство, школа, первые влюбления, а? Может, к психологу пойти? Гипнотизеру? Слушай, ну что ты ко мне пристал? Да какая разница, что там было? Я уверена, ничего хорошего точно не было. И потом? Тебя-то что? А? Мы же договорились, что у нас просто секс. Да? Ну ты куда? У нас же просто секс. Тебе какая разница? У нас же просто секс. Тебе какая разница? Тебе какая разница? Ну... Ну да. Привет. Привет. Все-таки приехал? А ты чего в темноте сидишь? Не спится. Ужинать будешь? Мы с Антошей баклажаны потушили. Да нет, не хочу. Антон их не любит. Да и я не очень. Доброй ночи. Почему мне не сообщили, что у нас есть подозреваемые? Это было мое решение, Владимир Николаевич. Да? Может, ты объяснишь? Шишкарев не подходит под классификацию злодея. Я думал, с ним достаточно просто поговорить, пообщаться. А мне плевать на твои классификации, майор. Мне нужна работа, результат, а не твоей теории. Шишкарев проходил как свидетель в деле о пропавшей бездвести, так? Срок его заключения совпадает с паузой в убийствах. Ну, что еще нужно, чтобы понять, что он может быть опасен? Надпись на лбу «Я маньяк»? А где эксперт? Я спрашиваю, где Олег? Он у меня отпросился. Личные обстоятельства. Олеж! Здорово. Каким судьбаем? Привет. Нужно поговорить. Сейчас срочно оперативку опаздываю. Прошу. Слушай, а ты чего такой взируш? Проблемы дома? По-моему, проблемы у тебя. С чего ты взял? Давно Алине изменяешь? Не понял. А засос на шее. Ты его, конечно, запудрил. Но этого недостаточно, чтобы обмануть судмедэксперта и жену. Алина и поставила, бывает. Ну, мне-то зачем врать? В начале вашего брака, да, действительно, были такие засосы. Но потом это прошло. Семейная жизнь, острота уходит, так бывает. Ты что, годами следишь за моими засосами? Извини, это профессионально. Всему немножко маньяки. Ну, давай к Олеся. Кто она? Разогнать бы вас к чертовой матери всех. Виноват, товарищ полковник, с меня и спрашиваете. Да мне что с того, что ты виноват? Ты это скажи своему сотруднику, который в больнице с ранением лежит. Да, старик. Попал. Ну, я думал, у меня проблема. И что делать? А? Что мне теперь делать? Ну, что прям, так похоже на Машу. Ну, Алина, как я понимаю, не догадывается о существовании Нади, да? Ну, слушай, это все равно еще ничего не значит. Очень похоже. И помню последние четыре года. Ну, и что? Ну, татуировка. Кстати, скажи, можно вывести татуировку так, чтобы ее вообще не было видно? Ну, в принципе, можно. Небольшую. Достаточно свежую, да. Маша сделала татуировку незадолго до того, как пропала. Ну, слушай, мы сейчас у всех татуировки. Ну, тоже, может быть, просто с совпадением. Ну, вот все это похоже на Машу. Потеря памяти. Татуировка. Ну, старик, ты даже не знаешь, что у меня там сейчас внутри происходит. Если это Маша. Ну, хорошо. Простой выход. Экспертиза ДНК. Очень простой выход. Что думаешь? Мне нужно будет у него слюнок поддобыть. Совсем не обязательно. Волос с расчески возьми и все. И у Антона тоже. Все. Олежа, где тебе носик? Ладно. Я пойду. Давай. Здрасте. Что вы здесь делаете? Мы же договорились. Я не могу вам дозвониться. Вы не берете трубку. Вы меня внесли в черный список? Я уже платил вам в этом месяце. Мне нужно. Иначе бы я сюда не пришла. Так не может больше продолжаться. И я не дам вам денег. Я не позволю так с тобой говорить. Слышите? Мне сейчас нужно 150 тысяч. Сейчас. Понятно? Я пойду в полицию. Я, наконец, это сделаю. Ты убийца. И пусть они об этом узнают. Я не убийца. И полиция здесь ни при чем. А тогда чего же ты платишь, а? Боишься? Шашкарек. Сидоров, Кость! Я про этого дегенерата даже слышать не хочу. А где его найдешь? Понятия не имею. После того, как его уволили, я ничего о нем не слышал. За что уволили? А за что его на работе держать? Это же не человек. Это стихийное бедствие. Алкаш. К тому же грубиян. Ну, и за грубость его уволили. Степаныч! Степаныч, давай быстрее уже! Да иду, иду. За грубость его уволили. Пассажира на грубе. Может быть, друзья были, есть? Честно сказать, слово дружба к Егору не подходит. Хотя, был у него приятель Димка Кузнецов. Но он пропал. Без вести. Давно? Ну, месяца через два после увольнения Шишкарева. Тоже приезжали, спрашивали. Поискали, поискали. А что толку-то? Спасибо. Да не за что. Давай. Салендблоки менять будем? Не, не сегодня. Степаныч! Месси против Акинфеева! Наша сборная побеждает. Отчитывай, отчитывай. Не знаю, может, ты и права. Как? Следить за ним? Зачем? Покопайся в его телефоне. Что? А что, лучше держать голову в песке, как страус? Ладно, я тебя услышала. Так, все, девятиметровый. Давай, отмеряй девять метров. Все, я понимаю. Музыка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok